господи как же тут жарко я пока тут сидел настраивал камеру выставлял свет я просто спалился я сейчас хожу с ума я даже не представляю себе как как у меня сейчас мозги будут думать как я вообще буду какой-либо мыслительный процесс он тут показывать ролик то между прочим не простой как вы уже поняли из названия ролик про книги я сейчас должен выглядеть умным и говорить то что да история с зельдой история зельда рождение расцвет легенды это такая замечательная книга замечательное произведение и у меня просто уже начинают слова плавится в голове вот вы будете смеяться я достаточно давно мечтал создание подобного ролика ролика про книги у меня столько у меня столько мыслей я хотел вам сделать кратко про мечтают ли андроиды об электро овцах не обращайте внимание такую резкую склейку я внезапно забыл как называется книга мне пришлось вот так вот поглядеть как какое же название у этой книги в шкафу простите я еще раз говорю мне немного мысли плавятся вау короче вау как вы уже поняли в данном ролике буду рассказывать про книги но не про простые книги а про книги рассказывающие про игровую индустрию в целом вот все сказал я молодец умничка но и о боже как же я жалею а даже как же я вам завидую вам нынешней молодежи которые живут вас есть все у вас есть все у вас есть прекрасный youtube где вы можете посмотреть множество кучи прекрасной инфы у вас есть разные паблики пишущие статьи раскрывающие разнообразные темы и что самое главное у вас наконец-то появилась литература у меня этого не было в детстве у меня детстве были журналы игромания страна игр а это маловато было я допустим может быть очень с радостью почитал бы про что например тут у нас продум я бы с радостью почитал это же замечательно где все это разбирают где все это классно описывают где по кусочку просто по кирпичику о том как создавалось вам разжевывают рассказывать с источниками совсем вау это на самом деле даже на ютубе не встречу вот я сейчас расхвалял youtube до этого а ведь по сути вот взять ту же самую книгу doom тут очень много рассказывается такого что я пока что нигде не видел нигде не слышал однако в первую очередь хотелось бы сказать огромнейшее спасибо издательству бамбура которые предоставили несколько экземпляров книг для данного ролика это я уточняю потому что у нас очень много бамбуровских книг было до этого и честно говоря я забыл какие же книги они нам предоставили так подождите по зельде они нам предоставили точно но у нас просто до этого были повелители doom в новом переводе бамбуровские да кровь пот и пиксели второе издание вот тут я прошу никак это не комментировать хорошо пожалуйста не забудьте мои высказывания про мгс4 да ам ну это я взял для коллекции и я не читал у нас даже есть потрачено в новом переводе кстати насчет нового плашки новый перевод я вам чуть позже расскажу подробнее но да ладно не в этом суть в данном ролике меня попросили вам подробно рассказать и показать про несколько замечательнейших книг а в частности как я уже показал зельду до история замечательнейшей серии правда не всей а с первой по маджору маск и у данного выбора тоже есть логика я вам потом об этом поясню hey listen про игровую индустрию в целом и опьянения даже так про золотую игровую индустрию и у этого тоже есть логика господи видео игры в комиксах замечательнейшая книга doom да я вам показал эту книгу не путать с повелителями doom меня тоже попросили об этом упомянуть потому что это совершенно разные книги и я я я сам немного путался и книга silent hill навстречу ужасу ёпперсете а ладно давайте обо всем по порядку история серии зельда рождение расцвет легенды за авторством оскара лемар датика чуть подальше отодвинуть чтобы вам было видно как я держу эту книгу в руках так вот рассказывается тут не про всю серию конечно же да многие слышали про образу вайлд и все лично я считаю что логика тут такова что именно эти игры считаются очень многими не то что классикой а даже гостовской классикой костяк если кому-то сказать то что твайлайт принцесс лучше окарина оф тайм вас в престижном геймерском клубе скорее всего поставят в угол или о когда ты на территории снг начинаешь обсуждать какую-либо иностранную литературу в первую очередь на что стоит обращать внимание это перевод и в данном случае до перевода я докопаться не смог это к тому что я филолог по образованию если что знаете в то время за бугром все активно играли в игры консоли выходили с сега нинтендо или в японии famicom и просто знаете тут конкретно про link to the past говорят такое отношение прекрасно подтверждает американская реклама завершающийся слоганом эта игра уже стала легендой во франции по-прежнему делается упор на продолжительность а в рекламном ролике ребенок с севший игрой в зельда взрослеет стареет и в конце скелет а так нет самое смешное а вы сможете пройти зельда 3 до конца зельда 3 зельда 3 зельда 3 слог красив перевод прекрасен я доволен впрочем аонума упоминает и другой источник вдохновения еще более смехотворный фильм джуманджи 1995 года режиссера джо джонстона с давним поклонником зельда робином выльянсом главной роли связь между игрой и фильмом едва заметна арт-директор такая и мамура соединил свою фамилию со словом джуманджи и получил название вынесенное в заглавие всей игры маска маджоры это как он скрафтил такая и мамура джуманджи дурные люди игры конечно делали на самом деле так если подумать а получились такие шедевры и книга про это рассказывает тут очень много инфы которую я не видел нигде я так понимаю очень много информации конкретно для данной книги было взято из совсем 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 старых источников и конкретно брались интервью у разработчиков которые славьте господи еще живы и все это нас приводит к тому что конкретно данная книга это просто огромная кладезь информации это буквально учебник в отношении зельды обязательно к приобретению ладно теперь от истории про создание серии зельда которые кстати я лишний раз упомянул совсем не детская серия игр это страшная серия игр создавать это для детей сумасшедшие это нет не 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 сейчас мы перейдем к книге которая рассказывает про серию более добрую менее страшную сайлент хилл на встречу ужасу игры и теории страха в за арт за авторством бернара перрона данную книгу я читал на собственный страх и риск во много потому что оригинальную серию сайлент хилл я не то чтобы не проходил я свое время смотрел прохождение ради интереса но я совершенно ничего не запомнил так что можно сказать я употребил кратко про сайлент хилл в текстовом виде и эта книга меня настолько вдохновила то что сейчас ко мне за бугра идет сборник сайлент хилл для playstation 2 мало того это все благодаря этой книге сейчас подождите стоять что приобрести пришлось а на встречу ужасу сайлент хилл опять же пиво меня ведь я бы я как бы вижу вроде маленьком экранчике в камере ну да ладно данная книга очень подробно рассказывает про закулисья про то как игры создавались и очень много тут субъективного опыта автора который рассказывал как он впервые играл какие эмоции на него это оказывало что я хочу сказать автор книги фанат серии сайлент хилл я до сих пор предельно ясно помню первые часы сайлент хилл 2 мне еще никогда не было так страшно как в тот момент когда я шел по темному коридору как обычно уровень яркости был установлен на 3 на втором этаже жилого комплекса вот сайт и вдруг услышал как радио начало издавать белый шум с очень огромной доскональностью рассказано очень много моментов и кстати хочу сказать то что тут даже скриншоты добавлены давайте скриншоте видите оригинальная графика с playstation 2 в таком же разрешении она и играется для меня было открытием то что очень откуда черпали вдохновение разработчики там очень много режиссеров разные фильмы перечислены я был удивлен услышать там насчет Тарковского вы когда-нибудь слышали что какой-нибудь разработчик игры говорил да мы вдохновлялись Тарковским а мама говорила он же сталкер он же смертник он же вечный арестант и дети вспомни какие дети бывают у сталкеров а я даже и не спорила и это я конкретно сейчас говорю про художественный стиль допустим тот же самый сюжет вдохновлялся Достоевским преступлением наказания в лицензиях Silent Hill не так уж часто сравнивают с другими играми ориентирами в жанре survival horror обычно оказываются Resident Evil и Alone in the Dark и затем в параллельных миров и переходы в иной мир проводились сравнения с темным миром из Dark Seed и призрачным миром в Legacy of Cain постоянно твердят что в туманном городе они почувствуют себя как дома вердикт книга была употреблена с огромнейшим удовольствием но реально книга воспринимается по большему счету как своеобразная кратко про Silent Hill вот бы кто-нибудь сделал кратко про готику в книжном формате и тут мы с вами переходим к не менее важной книге я бы даже сказал книге о котором мне много чего есть что сказать Doom за авторством Дэна Пинчбека как в битвах с демонами закалялся новый жанр тут есть огромная разница между этой книгой и книгами которые я перечислил до этого та же самая Zelda тот же самый Silent Hill насчет Зельды и Silent Hill я услышал очень много нового очень много такого что шокировало меня я об этом не знал мне было это интересно я с огромным упоением это поглощал а вот конкретно эта книга стала для меня во многом подтверждением очень многих моих уже имевшихся знаний и за это я ей просто очень сильно благодарен это замечательное произведение замечательное и тут я пожалуй сделаю огромную объясню разницу между повелителями Doom и Doom как в битвах с демонами закалялся новый жанр повелители Doom это больше рассказ про замечательнейших создателей Doom конкретно про этих личностей этих личностей феноменальных Джон Кармак, Джон Ромеро а вот тут рассказывается больше про то как игра создавалась про то как появилось само такое явление Doom по частичкам, по нано частичкам все это было разобрано облизано мне опять же вам желательно что-нибудь тут процитировать я сейчас ищу где был кадр скриншота уровня в форме руки один из самых, вот он вот, вот это вот один из самых худших уровней если кто не знал поздние уровни в аду сегодня смотрятся как полный отстой и это пример того как дизайнер заходит слишком далеко игровая индустрия страдала от подобного вплоть до недавнего времени если создатель пытается выйти за рамки сильных сторон своей платформы вы получаете нечто что совсем не щадит время вот эта книга она столько подтвердила вот просто вот столько подтвердила Дэн Пинчбэк ты такой красава, господи также для тех кто смотрел наши стримы думаю в курсах о такой игре как Ultima Underworld и то что в свое время она очень сильно поддела эго разработчиков Doom Ultima Underworld вышла раньше Wolfenstein 3D и она была просто в плане технологичности очень красивая там был абсолютно трехмерный геймплей потому что ты мог перемещаться вверх-вниз я просто вижу как по некоторым интервью пытаются так или иначе выставить то что ну вот мы сделали кое-что лучше чем в Ultima Underworld вот допустим Ромер говорит следующее мы сделали наложение текстур в катакомб 3D потому что задались вопросом а что дальше мы хотели превзойти себя у нас получилось и га наложение текстур который на самом деле намного сложнее чем в га наложение текстур таким образом первым шутером от первого лица с наложением текстур стала катакомб 3D а не Ultima Ultima Underworld вышла в конце апреля 92 года а неделю спустя мы выпустили Wolfenstein 3D с нашим VGA текстурированием они сделали первое VGA наложение а в катакомб 3D в 91 году мы сделали первое и га наложение то есть видно то что рано она не зажила и опять же про перевод все выполнено замечательно Михаил Бочаров ты конечно красавчик ну и следом мы переходим к книге которая рассказывает не про конкретные игры а про саму индустрию в целом а конкретно про золотую эпоху игр когда выпускали именно игры и тут со мной многие люди не поспорят и кстати для тех кто не знает Хейлисон говорил персонаж Нави из The Legend of Zelda Karina of Time The more you know для тех кто не знал я согласен с автором во многом как например он описывает серию Mario Kart серия карт вызывает у меня как обожание так и ненависть процесс очень увлекательный но меня напрягает так называемый Роберт Бенди и значит что если ты играешь слишком хорошо по сравнению с остальными игра начинает читерить против тебя я понимаю что это задумано для более напряженных а значит и более интересных гонок особенно учитывая выше изложенные факты о технических трудностях только вот меня вовсе не радует что когда я хорошо сыграл и нахожусь на последнем повороте перед финишем а игра вручает самой себе оружие способное меня убить все равно что играть в Blackjack в казино где крупье берет себе любые карты как только вы хоть немного уходите в плюс по финансам это абсолютно не изменилось вот до сих пор а некоторые моменты книги мне на самом деле даже иронично читать особенно учитывая в наше время как например тут восхваливается то что вот Donkey Kong Country вышла 21 ноября 1994 года под восторге критиков и моментально стала самой быстро распродаваемой игрой в истории если раньше имелись какие-то сомнения то теперь стало ясно что Rare станет важной частью стратегии Nintendo в будущем на самом деле Хейлисон можно воспринимать как учебник истории игровой индустрии причем истории достаточно ироничны столько всего случилось за все это время особенно мне нравится когда мои мысли как например с Mario Kart совпадают с автором книги как например хваление того что Nintendo хоть использовал во времена 64 картриджи которых вмещалось вроде 64 как раз таки мегабайт памяти но при этом эти картриджи были максимально надежные и даже до сих пор ими можно пользоваться а в частности их коллекционировать я что-то сомневаюсь то что вот у меня сейчас имеются диски для PlayStation 2 что-то сомневаюсь то что они у меня очень долго прохранятся в то время как картриджи с Nintendo 64 спокойно живы до сих пор ничего им не станется в любом случае если вам интересна история когда делали игры именно игры без лутбоксов и для геймеров для игроков а не для плакс из твиттера то это идеальный выбор обязательно приобретайте прям обязательно обязательно к приобретению блин бомбровские ребята вы можете пожалуйста почаще подобное выпускать побольше про разные эпохи может быть чуть по хотя что-то я сейчас вот такое говорю а можно про разные эпохи блин а тут же у нас еще вот это есть который рассказывает даже то что было до этого как например во времена игровых а боже мой конечно же да как например во времена игровых автоматов давайте я вам приближу чтобы показать о вот да игровые автоматы за авторством Джонатана Хеннесси и Джека МакГуэна но тут очень много кстати да сейчас я вам расскажу забавный факт то что автор конкретно данного произведения в свое время сделал историю пива в комиксах а потом внезапно перепрыгнул на видеоигр вот это я понимаю разносторонний человек ракетный симулятор 1947 года да и игрался он вот примерно вот так и это действительно так и было хе-хе-хе-хе-хе-хе да про нашего с вами же опять же упомянутого Сигеру Миомото тут можно хоть каждую страницу показывать все тут тут везде много чего есть тут показаны самые разные автоматы нарисованные как они выглядели вот я вам сейчас показываю чтобы было видно вам в принципе такую книгу можно использовать как подарок кому-нибудь но лично я такой захотел бы иметь собственную коллекцию хотя она у меня в коллекции будет хе-хе-хе-хе конечно же это все книги про которые мне вам надо было сказать но я пожалуй немножечко поведаю про остальные как например книга Дэвида Кушнера потрачена беспредельная история GTA ууха однако если почитать другие отзывы становилось видно что многим геймерам вообще не было дела до графики какие золотые были раньше времена хотя Grand Theft Auto не соответствует моральным стандартам она приносит огромное удовольствие в некотором роде извращенным образом писал один геймер в своем обзоре GTA вызывает привыкание так как в игре есть огромное количество разнообразия способов прохождения заданий GTA это отпад расточался другой ты вживаешься в роль лучшего преступника в городе и кстати насчет преступников возвращает Кодзима гений но конкретно тут рассказывается про самые лучшие игры конкретно Metal Gear Solid 1 и Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty остальные так себе и конечно же тут я наверное снова поблагодарю бомбору за за то что происходит вообще на данный момент для тех кто не знает в свое время вышли кровь, пот и пиксели и перевод там был мягко говоря такой себе однако потом быстро все исправилось мгновенно все было взято в руки ни в коем случае нельзя это спускать и все сделали перевыпуск сделали перевыпуск потрачено для тех кто не знает да тут вот написано новый перевод на данный момент призывается очень много людей годных которые должны всем этим заниматься в этом плане бомбура старается и это видно призываются люди те которые своего рода в теме те которые скажем так не будут пытаться перевести слово FINISHED и как бы это не было странно несмотря на то что бомбура сейчас вот делает годноту и популяризирует это есть очень много недовольных которые ругают все еще за переводы хотя я вот я конкретно докопаться не смог я пытался чтобы было если ну как бы знаете чтобы ролик не был совсем уж хвалебным всегда надо сказать какую-нибудь радость обязательно надо какой-нибудь плевок сделать потому что это успокоит зрителя это своего рода психологический трюк как бы да Кодзима гений абсолютно хорошая книга но ну как бы зритель был бы доволен потому что да вот это честное мнение он как бы сказал много хорошего и при этом сказал гадость да а мне нечего было плохого сказать очень даже все хорошо но несмотря на все это есть люди которые ругают ругают данные книги ругают издательство ругают перевод и я хочу сказать остановитесь ну а пока что ладно если вам данный ролик понравился то пожалуйста ставьте лайки либо дизлайки комментируйте чего не хватает чего хотелось бы услышать что вышло хорошо что вышло плохо хотите ли вы еще чтобы я рассказала про подобные книги обязательно об этом говорите а я если что обязательно глядишь у бомбура может быть наклянчу плю еще что-нибудь когда появится обязательно да вот короче да большое спасибо за просмотр а я пока что пойду дальше заниматься роликом по Ризану осталось две части две два ролика по Ризану выпустить два ролика и все это выйдет в этом месяце вау до скорых встреч мои дорогие друзья пока вау